Субтитры создавал DimaTorzok Маргарита призналась, что в ее жизни была драма, из-за которой она чуть не лишилась разума. В конце 80-х, когда юной актрисе был 21 год, ее мать зверски убили в собственной квартире, актриса нашла ее еще живой в ванной и сразу вызвала скорую помощь. Однако спасти женщину врачам не удалось. Как потом оказалось, она потеряла 2 литра крови, но они были внутри, рассказала Шубина. Мать артистки звали редким именем Воля, она работала учительницей и одна воспитывала дочь. После гибели самого близкого человека Маргарита долгое время находилась в депрессии и даже хотела пройти обследование в психбольнице. Со своим горем она осталась один на один, я решила сдаться в психотом, я не могла входить в квартиру, спектакль сыграю, а домой идти не могу, поделилась Маргарита. Позже она продала оставшую ненавистную недвижимость. Актриса пыталась добиться возбуждения уголовного дела, но безрезультатно выбраться из тяжелейшего душевного состояния ей помогла любовь к коллеге Олегу Меньшикову. Тогда я могла влюбиться в кого угодно. Мне нужна была поддержка, рассказала Шубина. По словам звезды кино, в этих отношениях она не страдала, Маргарита рассказала, что посвящала Олегу стихи, а он отдавал ей цветы от поклонниц. Актриса призналась, что посвящает матери стихи и по сей день и ради нее старается быть лучше. А оставившего семью отца, с которым встретилась лишь в 32 года, Шубина простила, он оказался известным фехтовальщиком, который из-за постоянных выступлений по СССР не мог постоянно жить в семье. Знаменитость познакомила своих сыновей с дедом и сегодня в ее доме царят мир и гармония. Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзенни. Продолжение следует...